Казахстанским фермерам могут повысить оплату за использование воды. Парламентарии возмутились слишком низкими тарифами для аграриев. Их установили еще в 2009-м. А ведь на сельское хозяйство уходит 65% всей потребляемой воды. На сегодня вода воспринимается как некий практически почти бесплатный, неиссякаемый ресурс. При этом у нас есть факты, есть ситуации, когда субсидируются сельхозтоваропроизводители, в том числе по воде, но их продукция уходит на экспорт. У нас тогда вопрос возникает, мы кого тогда субсидируем, прибыль отдельных предприятий, или мы субсидируем тогда конечных потребителей зарубежных стран. По данным депутата, земледельцы Казлардинской области платят по 50 тенге за тысячу километров. А это менее 1% всех затрат на сельхозпроизводство. Поэтому никакой необходимости экономить воду у аграриев нет. При том, что есть регионы, которые едва ли не полностью зависят от трансграничных водоемов. Это Туркестанская, Казлардинская, Атырауская, Западно-Казахстанская области. Между тем, население стран, откуда они получают воду, тоже растет. А вместе с ним и водопотребление. В Минэкологии заверили, самые южные районы республики в этом году получат необходимый объем. Мы подохранили все бахриточки на территории Таджикской республики. В пик вегетационного периода будут сброшены дополнительные объемы воды, которые как раз пойдут на расширение земель в Туркестанской области. А конкретно по межправительному, межгосударственному магистральному каналу ДОСЭГа – это Махтарайские и Жицайские районы.